Уважаемые отмечающие, берем свои вещи, выходим на улицу, проверка документов. В Екатеринбурге ночью полицейские и примкнувший к ним главный в наших широтах народный контролер Дмитрий Чукреев провели спецоперацию улица Барр. Ну так чисто для профилактики. Смысл подобных мероприятий это поддержание правопорядка в общественных местах, профилактика преступлений и правонарушений, а также пресечение злодейств, в том числе связанных с торговлей паленым бухлом. В этот раз полицейской проверке подверглось всего одно заведение – ночной клуб «Юнион» на улице не по сезону 8 марта 12а. Но на его шмон силовики бросили большие силы – автобус и несколько легковых болидов, наполненных полицейскими. Как говорил киногерой, танцуют все. В операции участвовали опера «Угро» – сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства и охраны общественного порядка, участковые, ПДНовцы, кинологи, конечно, полки дозорные, ППС и ДПС, ну и другие сотрудники. То есть работали силовики хоть и точечно, но по всем фронтам. В том числе выщемляли и несовершеннолетнюю молодежь, которая теоретически могла подзадержаться в «Найтклабе» до комендантского часа. Но сейчас чутка спойлерну, ни одной малолеточки в этом кабаке союзного значения не нашлось. Всего рейдеры прошерстили 70 человек и 35 болидов. Надо заметить, публика оказалась очень даже приличная. В толпе не нашлось ни одного разыскиваемого преступника, ни одного нелегального мигранта, ни одного нажратого барагоза, даже ни одного нарколыги. В общем, странно. Основные косяки ночных посетителей и злачного места были по линии ГАИ. Инспекторы нарисовали три административки за наличие неисправностей в ТСах и один протокол составили на бесправного пилота. То есть особых претензий к публике у силовиков не возникло. А вот к хозяевам заведения возникло. И касались вопросики в основном пойла. Оно в этом кабаке веселенькое, разноцветненькое, с детскими и сладостными названиями. Но видно, что рукотворное. Что с юридической точки зрения равносильно паленое. А из чего снегерс готовится? Бутылка, заводь маркировка, что за продукцию это? Что такое Skittles Union? Название? Чего? Грандус? Производитель. Кто это произвел? Ваши на крыше субъекты. Ваши на крыше субъекты. Я просто тут больше парк. Ваня, позови. Ваня нет? Нет. Вставайте. Вот у них маркировка. Ребята, чтобы Ваня позвонили. Что? Маркировка, когда-то на стойке у них. Маркировка, когда-то разлива есть. Где маркировка? Что это маркировка, да-то? Это не ко мне, я от тебя поеду. Название должно быть. Производитель. Грандус. Да, это маркировка. Union, Frosty, Limoncello, Zoomer, Sparta, Grishon. Данная акукульная продукция находилась на территории пара без акукульной маркировки. Отписано всего лишь название заведения, название продукции. Что это, градус, производство, ничего неизвестно. Получается продукция, неизвестная региона. И по всему таковая продукция, которая будет провождая исследователи. По итогам спецоперации улица Бар, полицейские все цветное самопальное бухло объемом 30 литров изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимателям, торговавшим крепким пойлом без лицензии, было предложено прекратить нарушение правил торговли и свернуть свои торговые точки. И очень даже удивительно, но бутлегеры от этого предложения не смогли отказаться. То есть на корню пресекли незаконную торговлю алкашкой.